В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Посыпая. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Когда появится дорога к новому кладбищу, прошло очередное заседание Дунских комитетов. Умный транспорт – новое мобильное приложение для жителей города. Будущие исследователи и доктора наук в Департаменте образования наградили призеров и победителей Всероссийской Олимпиады школьников. Далее расскажем обо всем подробно. Детскому оздоровительному центру «Березка» необходимо дополнительное финансирование. Об этом на очередном заседании Дунских комитетов сообщило руководство лагеря. В этом году в детском центре регулярно происходили аварийные ситуации, связанные с отопительной системой. Поэтому, чтобы избежать срыва летней кампании, необходима модернизация котельной, стоимость которой оценивают в 5 миллионов рублей. Еще одним пунктом повестки заседания стало обсуждение строительства дороги к новому кладбищу. В ноябре прошлого года в администрации прошли публичные слушания, на которых срывчанам представили проект подъездной дороги к новому участку городского кладбища. Предусмотрели разворотную площадку, пешеходный тротуар, уличное освещение. Вот только для строительства этого объекта необходимо было вырубить лесополосу шириной 50 метров. Это и стало камнем преткновения между администрацией и жителями. Срывчане не готовы расставаться с лесным массивом. Горожане не раз присылали в администрацию письма, в которых просили учесть их мнение и по возможности рассмотреть строительство дороги в другом месте. Рабочая группа проработала два варианта. Это объезд вообще кругом кладбище, то есть заезд КПП-4 почти. Третий вариант – заезд со стороны улицы Курчатова, через Овраг, через Пойму и подъезд сюда. Специалисты Управления капитального строительства провели расчет всех трех вариантов возведения новой дороги. Стоимость первого оценили в 34 миллиона рублей, объездной путь выйдет в 184 миллиона, а строительство дороги через улицу Курчатова в 148 миллионов. Разница немалая, поэтому было принято решение доработать первоначальный проект, учитывая все просьбы горожан. После чего сотрудники администрации вновь встретились с жителями микрорайона. Дали пояснение по первому проекту, что вырубки 50 метров никаких не будет, максимальная ширина полосы отчуждения для дороги 25 метров, двухполосные движения по 3,5 метра в каждую сторону. По слову Владимира Еминцева, такая проработка проекта жителями к району удовлетворила, и они смогли прийти к компромиссу. Сейчас специалисты приступили к разработке нового дизайн-проекта. Предусмотрят в нем и новые парковочные места. Запланирована у нас 16 парковок, дополнительная парковка на 16 автомобилей мест по новой дороге. Ну и, соответственно, парковка будет большая около приезда на новые кладбищества. Проехать по новой дороге можно будет уже в 2019 году. К строительству приступят, как только закончат работу с документами и проведут все необходимые процедуры. В нашем городе в тестовом режиме запущено мобильное приложение «Умный транспорт». Теперь саровчане могут наблюдать за перемещением автобусов и маршруток в режиме онлайн. Сервис с адаптацией под наш город доступен для скачивания в Google Play и App Store. В настройках приложения необходимо выбрать город Саров. Подробности в следующем репортаже. Чтобы узнать, через сколько минут к нужной вам остановке подъедет автобус или маршрутное такси, достаточно просто заглянуть в специальное приложение на своем смартфоне. Программа была придумана в Пензе и взята на вооружение во многих городах России, в том числе и в Сарове. Таким образом, в интерактивном режиме, в системе интернет, можно увидеть, как перемещается общественный транспорт по городу. Перемещается весь общественный транспорт. У нас прошли переговоры со всеми перевозчиками. Это и муниципальные перевозчики, и коммерческие перевозчики. Первым шагом к созданию системы «Умный транспорт» в нашем городе стала установка информационного табло на одной из остановок. На нем отражается название маршрута и время прибытия. За год обычный интерактивный табло превратилось в полноценное мобильное приложение, которое в ближайшее время будет совершенствоваться. Мы сейчас продолжаем развивать эту систему и уже ее переносим на платформу «Чисто Саров». Вот знаете, что есть такая платформа. Она у нас активно развивается, значит, там она будет интегрирована и более усовершенствована. Разработчики внедряют в нее не только расписание и движение транспорта, но еще и геопозиционирование остановок. Также у департамента городского хозяйства появится возможность отслеживать исполнение муниципального контракта, заключенного с перевозчиками. В принципе, мы стараемся в течение квартала эти вопросы постараться максимально решить, потому что это и в наших интересах. Создание системы «Умный транспорт» – однозначно полезное решение, которое стало еще одним кусочком пазла под названием «Цифровой муниципалитет». С 14 июня по 15 июля в столицу региона пойдет фестиваль болельщиков FIFA, который является единственным официальным местом общественного просмотра игр Чемпионата мира по футболу за пределами стадиона. Центром притяжения и болельщиков станет площадь Минина и Пожарского. Площадка фестиваля рассчитана на 15 тысяч зрителей. На ней установят два экрана и сцену. Таким образом, наблюдать за игрой любимой команды можно будет из любой точки фан-зоны. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Министерство образования Нижегородской области проводит горячую линию по летнему отдыху детей. Все интересующие вопросы жители региона могут задать по понедельникам с 15 до 18 часов по телефону 8 831 434 31 12. Вопросы также можно отправлять на горячую интернет-линию на сайт Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Воспитанницы студии эстрадной народной хореографии Задоринки и Дворца детского творчества завоевали дипломы лауреата в третьей степени на седьмом международном конкурсе во власти танца. Саровчанки представили композицию воспоминаний в номинации «Современный танец». Оценивали выступления профессиональные хореографы, руководители известных коллективов и преподаватели профильных вузов. Саровчане могут принять участие в чемпионате и первенстве города по рыболовному спорту в дисциплине ловля поплавочной удочкой. Соревнования пройдут 27 мая на правом берегу озера Борового. Подробную информацию о правилах проведения чемпионата можно узнать на официальном сайте Федерации рыболовного спорта Сарова. Строительство храма царственных страстотерпцев завершено. Один из самых важных этапов уже пройден. На храме появились колокола, осветил которые митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Уже близится к финалу роспись стен храма. В честь 150-летия со дня рождения последнего российского императора Николая II в храме царственных страстотерпцев прошел первый молебен. От идеи возведения до начала строительства прошло 12 лет. Еще 4 года шла стройка. И вот храм открыл свои двери для прихожан. Первый молебен с акафистом перед иконой святых царственных страстотерпцев совершили четверо священников во главе с протеереем Александром Долбуновым. Здесь должна начаться активная литургическая жизнь. Здесь должна начаться молитва. И это место в скором времени должно быть по праву святым, намоленным. Куда будут приходить многие и многие из вас, ваши близкие и родные. Внутреннее убранство церкви почти закончено. Строительные леса уже убрали, но иконописцы еще делают последние штрихи. Прихожане с интересом рассматривают стены храма, расписанные ликами святых и сценами жизни царской семьи. Первый молебен собрал больше сотни сравчан. И для каждого из них появление этого храма – важное событие. А здесь и территория большая, и площадка детская есть будет у возможностей. Но я считаю, что это очень важно и очень нужно. Народу много живет. Здесь храм такой замечательный, построенный, очень красиво. И великолепно расписанный. Новые микрорайоны, которые здесь созидаются, жители, я считаю, будут прихожанами этого храма. И храм, он вот здесь будет на месте, вот в таком хорошем природном уголочке. Территория вокруг храма чуть позже тоже обретет новый вид. Совсем скоро здесь появится детская площадка, установит скамейки, разобьет клумбы. В департаменте образования прошел торжественный прием победителей и призеров регионального и заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников. В этом году пятеро сравчан вошли в число победителей и призеров федерального этапа Олимпиады по математике, физике, русскому языку, экономике и географии. Кроме того, старшеклассники были награждены за успехи в региональном этапе Олимпиад. Подробнее о церемонии награждения расскажем в следующем репортаже. Благодарственные письма и грамоты в руках школьников в очередной раз доказывают, что хорошие оценки – залог успешной карьеры и будущего. Эти ребята уже сделали выбор в пользу той или иной дисциплины и с упоением постигают мир науки и знаний. Призеры и победители регионального и федерального этапа Всероссийской Олимпиады школьников были отмечены на городском уровне. Я 100% уверен, что здесь сидит будущая элита в хорошем смысле нашей страны, нашего города. Это в том смысле, что это носители знаний, носители компетенции, мотивированные люди, которые обязательно сделают нашу жизнь лучше. Ученик 15-го лицея Данила Гришин успел изучить множество литературы о великих географических открытиях и путешественниках. Эти знания позволили школьнику добиться заметных результатов в освоении курса по географии. В будущем Данила хочет связать свою жизнь с интересной и редкой профессией полярника и приумножить достижения российских ученых в экспедициях в Антарктиде. А пока школьник – призер регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по географии. Мне это дает уверенность в том, что я разбираюсь в этом предмете, потому что задания не из простых, а скорее наоборот, очень сложные. Конечно, это дает какое-то приятное чувство того, что не просто так я занимаюсь этим. И если есть результат, соответственно, есть и стимул заниматься этим дальше. Из года в год саровчане показывают достойные результаты в Олимпиадах по математике и физике, биологии, химии, русскому языку и литературе, экономике и географии. Залог успеха в освоении школьных предметов – это целеустремленность и тяга к знаниям, а также поддержка исследовательских и творческих начинаний со стороны родителей и педагогов. Наши дети еще признательны и очень благодарны взрослым за то, что мы для них делаем. И, наверное, именно это чувство позволяет нам быть гордым, еще раз говорю, за наших детей, понимать, насколько много в них заложено талантов, возможностей и способностей. На торжественном приеме в Департаменте образования благодарственными письмами и подарками отметили директоров и учителей школ, активных участников родительских комитетов. Будущие чемпионы и мастера спорта собрались в зале молодежного центра. Выпускники спортивной школы ИКАР получили свидетельство об окончании обучения. На протяжении многих лет тренеры-преподаватели растят спортсменов, которые защищают честь Сарова на престижных всероссийских и мировых соревнованиях. Сегодня на базе школы работает 10 отделений из самой различной направленности. Долгие часы тренировок, подготовка к очередным выездным соревнованиям, заветные кубки и медали. Решив однажды попробовать свои силы в спортивной секции, они прошли непростой путь и достигли очередной вершины – право носить почетное звание выпускника спортивной школы ИКАР. Вы сегодня пойдете в большую жизнь. Спорт, упорство, красота – эти понятия вы пронесете с собой через долгие годы, и это будет все вам помогать становиться успешными. Тренеры спортивной школы ИКАР готовят юных спортсменов по самым различным направлениям. Одно из самых последних – зрелищный и популярный сегодня чирлидинг. Все эти годы вас учили ставить перед собой цели, достигать их, выполнять задания тренера, добиваться результатов. Именно осаровских спортсменов можно увидеть в списке призеров и победителей всероссийских, европейских и мировых первенств. Нелегкий путь к таким результатам начинается в самом юном возрасте. Уже тогда в жизни будущих чемпионов появляются главные наставники – тренеры. Мы рады, что сумели привить вам все наши навыки, умения и опыт, которые мы сами приобретали в своей жизни. Рады, что вы научились преодолевать себя. Свидетельства об окончании спортивной школы получены, а это значит, что у ребят есть все шансы сделать успешную карьеру и завоевать награды самых престижных чемпионатов. В Сарове стартовал юбилейный 70-й чемпионат города по футболу. В этом году за победу будут бороться 14 команд представителей различных организаций и предприятий. Было принято решение провести турнир по новой схеме. Все команды будут разделены на две группы. Подробности далее. Для футболистов и просто саровских любителей этой игры началась жаркая пора. Совсем скоро пройдут первые игры главного спортивного события этого лета – чемпионата мира FIFA 2018. А пока все с нетерпением ждут этих матчей, в Сарове стартовал городской чемпионат по футболу среди мужских команд. Бороться за кубок и звание чемпиона города будут в 70-й раз. В этом году мы немножко видоизменили схему турнира. Разделили наши имеющиеся команды на две группы, то есть на две лиги – первая и вторая. Первую игру городского чемпионата провели команды второй лиги «Энергия» и «Консар». Они не в первый раз встречаются на поле и знают сильные и слабые стороны друг друга. Команда «Консар» вышла в этом году в обновленном составе. Команда на самом деле молодая. Когда-то я в свое время играл, но сейчас приходят молодые ребята. На мой взгляд, очень успешные. Показать высокий класс игры и получить место в первой лиге – это задача минимум у «Энергии». Команда также приняла в свои ряды много новых игроков. И оценив их возможности, руководство делает ставки только на победу. У нас трое у нас, как всегда, на победу. Благо сейчас сделали две группы, то есть отделили сильных от менее сильных, скажем так. Мы надеемся победить в этой группе. Игра показала, что на поле вышли равные по силе соперники. Первый матч второй лиги закончился со счетом 1-1. Команда «Динамо ВЧ» и «Дюс Шикар», которые следом вышли на поле, сыграли со счетом 7-0. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Также вся актуальная информация на сайте srov24.ru. В студии работала Мария Посыпай. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова